МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В минулом году товарооборот помеж областями склау 170 миллионов долларов, а маль – 168 миллионов, з яких пришлися на наш импорт. Такой адмовная сальда склалася перш за все за кошт поставок с гэтага российского региона нафты и нафтопродуктов. Даречи, зараз пытание двухбаковых относин регулируется погоднением помеж Гомельской и Оренбургской областями об супрацовнестве в гандлевой экономичной, новоково-техничной, гуманитарной и культурной сферах. Гэтаг документ был подписан в вересне минулого года. В листопаде, подчас работы 5-го Евразийского экономичного форума, в дополнение до его представники областей подписали так само план конкретных мероприемств. Сегодня в правительстве Российской Федерации обсуждается вопрос о том, как включить в нашу российскую программу продукцию Гомельмаша. И руководство Гомельмаша было у нас в области, мы встречались, тоже договорились о том, что мы приедем сюда и продолжим вот эту работу, потому как сделать этот комбайн доступнее. Пытания организации выпускных вечеров и летней занятости школьников В школах на проведении выпускных и подарунки установе батькам необходимо унести сроки суправональные с их зарплатой. При том, чтобы принимать наявные сроки, наставникам у вогули заборонено в ответственности с девчим законодавством. В середине обмеркованных питаний, так само организация от починка школьников под час каникулы. У приватности одночасово со створением профильных групп по интересах плануется реализовать проект «Профессиональные каникулы». В период весенних каникул, а затем мы продолжаем это в летние каникулы, мы будем формировать профориентационные лагеря. Они создаются для того, чтобы ребята в период каникул могли посетить большое количество учебных заведений, высшего образования, учреждений профтехобразования, среднего и специального образования, посетить предприятия и организации, знакомиться с опытом сотрудничества, попробовать себя в той или иной профессии и уже в период каникул определиться над тем, куда они будут поступать, с кем они станут в будущем. Выпускники высшейших научных установ рыхтуются до обороны дипломов и в худшем часе отправятся на свое первое место працы. Меж тем, молодые специалисты, которые по угоду тому приступили после размиркования до выполнения своих службовых обовязков, уже поспели адаптоваться до новых умов. Как работают вчерашние студенты в сфере аховы здоровья Мазырского района? Доведался Дмитрий Котов. Урач-рентгенолог Настасья Часнакова только робить первые кроки в своей профессии. После закончения Гомельского медуниверситета начала працевать в Мазырской городской поликлинице номер 2, поколь молодого специалиста все задовольняя. И умовы працы, и заработная плата. Здесь меня хорошо встретили, очень хороший коллектив. Всегда помогают. Если у меня какие-то вопросы возникают, всегда могу обратиться. Поэтому мне нравится пока моя работа. Урач-хирург Инна Дударова так сама выпускница Гомельского медицинского университета. У Мазыр приехала по размирковании разом с мужем. И на даденный момент семья связывает свой лес с райцентром. Бояк отзначает девчина, тут добрые умовы для профессийного роста. Есть очень много интересных случаев. Иногда приходится приходить домой, читать что-то, узнавать даже для себя новое. Но в дальнейшем хотелось бы, конечно, развиваться еще дальше. Может быть, перейти в узкую специальность по возможностям. Молодые специалисты и упоевненные, реализовать себе можно и в сельской мясцовости. Многие нав отличают, что только тут можно отримать першопочатковые навыки для дальнейшего профессийного роста. Татьяна Маркова после закончения Минского державного медицинского университета была накирована проходить интернатуру в районный центр. Первым же местом ее работы стала Мелешковичская больница Сестринского догляду. Сеня Татьяна заявляется уже загадчиком этой установы. Что мне понравилось, наверное, уже за мое время работы, то, что здесь есть очень много случаев, которые не связаны с терапевтическим профилем. То есть это случаи хирургического профиля. То есть достаточно разнообразные ситуации, в которые приходится вникать. То есть ты что-то узнаешь новое, ты чему-то учишься больше, есть тему развиваться. Потому что пункт населенный находится все-таки на расстоянии от города. И нам приходится оказывать и первую медицинскую помощь, и до приезда скорой. Поэтому в этом плане очень даже интересно. То есть мне, как молодому специалисту, это как раз плюс. Что год у розной медустановы Мазырского района приходит працевать свыше 50 молодых людей. Покидают свои месяцы после отпрацовки одинки. Кировничество района добро разумея, что для того, как и далее захавать эту установчую тенденцию, необходимо протягивать, активно працевать над створением належных умов для молодых специалистов. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Мазырский район. Сегодня в Гомеле проходит областная олимпиада по музычно-теэритичных предметах. И она ладится, что годы селета проводятся у стенах детячей школы Мастаста в номер 7. Как показывает практика, с года в год цикавость до областной олимпиады по музычно-теэритичных предметах с боку школьников и их педагогов на Гомельщине повеличивается. Если летать аналогичное мероприемство собрало около 40 детей, то сейчас больше, как 60. Продемонстрировать свои теэритичные веды сюда проезжают школьники самых разных кутков нашего региона. Областная олимпиада включает в себя музычную диктовку, проверку слыхового анализу, письмовую працу, наведание музычной литературы, в выгляде написание фонограммы и иншие теэритичные задания, которые отвечают программе детячих музычных школ. Как означают члены журы, что годрость и не только колькость удельника олимпиады, а лей повышается узровень их ведов и подрыхтовки. Трансляции левших театральных постановок света в режиме онлайн на экранах кинотеатра у протяг вылазить предприемство Кинотаур. Напереда дни же хары гостя областного центра увидели в кинотеатре «Мир» спектакле Уильяма Шекспира, Антоний и Клеопатра. Вероника Ворошилина с подрабязностями. Великий экран кинотеатра «Мир» безскаженне передает щирые эмоции, почутки и актерское майстерство ведущих артистов сусветновядомого шекспировского театра «Глобус». Пьеса Антоний и Клеопатра это третья со знакомитых трагеды гениального английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира, якая демонстровалась жахарам областного центра в этом театральном сезоне. Клеопатра, пригожая египетская царица, захопила почути Марка Антония, полководца и одного строк лидера у Римской империи, что погражает стать причиной ее расколу. У спектакля Антоний и Клеопатра зливаются разом доброчинность и загана, вечная любовь и прагода улады. Постановка «Глобуса» упевнена осветляю все важные темы, узнятые в пьесе, али робить гэта с некалькенечаканным ухиламу комедию. Даречи, у кожного, хто пришел в кинотеатр, на кон спектакля своя мэта и чаканни. Я учусь на факультете иностранных языков в Скарине, и, естественно, мне было бы очень интересно побывать на постановках, которые, собственно говоря, ведут на английском, потренировать свою собственную речь, трансляции с самого Лондона, из театра, который когда-то был основан Шекспиром, и я уверена, что от актеров можно ожидать только самого лучшего. Трансляции спектакля на киноэкране – новый формат для Беларуси, али расповсюженная практика у Европе. Гэта махчымастью башить культовых выканауц у сушасности на великим экране, побывать на спектаклях, які обмерковываются с усветной публикой. Трансляция лепших театральных постановок света у кинотеатра Гомеля пошалася летость. Угод культуры она так само буде протягнута. Так, 5-го соковика у кинотеатры Калинина усежадают, что измогуть убажить оперу «Манон Леско». А 13-го соковика тут же отбудется онлайн-трансляция балета «Спартак». Меж тым, кинотеатры областного центра уже давно перестали быть местом для завышального прогляду фильмов. Тут постоянно ладят для глядачоу цикавые тематышные проекты и перфомансы. Варта отзнашить сё лето у першыню и международный же ночи день так само не станет выключением. С 7-го соковика у 23.30 у всех наведовольников кинотеатра Калинина чекает незвычайная, яркая, оригинальная святочная программа. Программа, она будет неким таким сюрпризом для тех, кто к нам сюда придет. Там будут и конкурсы, и розыгрыш призов, и мим-шоу, и фотозона будут работать. Ну и пока мы скрываем это, и это будет сюрпризом, отдельный номер, отдельный подарок для тех милых дам, девушек, которые придут к нам 7-го марта. Вероника Ворошилина, Валерия Панько, телерадоя компания «Гомель». И на этом наш выпуск завершен. У студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам плённого дня. До новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наталья Игнатенко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова